всем огромный привет моим любимым зрителям моим моим любимым зрителям конечно сегодня такой денек у меня напряженный потому что проснулась я просто от того что мне очень сильно стучали в дверь очень сильно и в звонок звонили то есть я должна была проснуться чуть позже проснулась прям рано-рано и потому что я совсем забыла что объявление было в подъезде о том что придет газовщик трубочист ну в общем называйте как хотите вот я совсем забыла и думаю кто это вообще что такое знаете проснулась и сразу такое в голове непонятно кто пришел вот просто смотрю в глазок это два высоких мужчины в костюмах первый раз они в костюмах приходят кстати костюм точно такой же как и на этом на объявлении там человечек нарисован он в костюме такого же точно такой же вот не обращайте внимание на звуки это соседка готовит по моя очередь будет готовить да я не знаю как мишу мне уйти отсюда или шо как вам сильно громко или нет сейчас будет специально делать так а так вот проверил он вот этот наш наш мой лишь про себя только теперь рассказываю котел сказали опять старый очень котел ну я говорю и швайс а что я еще могу им сказать если это не моя квартира и не мой котел как я могу его заменить или вообще как-то этому поспособствует но не знаю может и можно написать хозяйке сказать что вот уже второй раз там в течение года приходят и говорят что котел очень старый ну либо они просто должны что-то сказать ну то есть он просто скажем старый но никаких принципе проблем нет у нас конечно у нас в общем у нас у нас у меня бывают периодически проблемы с горячей водой включаешь кран с горячей водой а идет холодная вода и нужно там в общем проводить некие манипуляции чтоб вода горячий мне звонят алло все поговорила я по телефону минут двадцать думал говорила сейчас посмотрю 18 минут до нас над минут проговорила так что еще хочу сказать про это на газовый котел реально это такая проблема что у нас квартира с ним потому что блин он бывает полностью погаснет его надо зажечь он такой звук издает страшный но реально то есть но опасно хорошо конечно что здесь вот да есть вот эти плановые проверки когда приходит газовщик трубочисты здесь все как бы проверяют это огромный плюс реально но я так понимаю за это тоже платят деньги это входят да наверно в эти все коммунальные услуги там какая-то отдельная на графа из не на бен костана может это был просто не знаю вот конечно хотелось бы чтоб вообще не было этого газового котла вот многих бойлер но это намного удобнее и современнее ну наверно может он как-то ну я не знаю короче что есть то есть погода сегодня просто замечательная очень тепло сегодня 17 градусов это было утром а потом по моему что 20 21 градус вообще отличная погода наслаждаясь теплыми деньгами потому что уже совсем скоро дожди дожди холода настоящая осень настоящая осень хэллоуин уже везде во всех магазинах подготавливается к празднику ну здесь вообще любят очень хэллоуин отмечать а вообще в америке да там же вообще обожают этот праздник он с америки и пошел по моему да если я не ошибаюсь вот мы прошлом году кстати отмечали что у нас было а и ты кого у нас было и настя красиво вырезала эту тыкву свечечку туда ставила потом наши лица разрисовывала прикольно было хорошо еще было это что-то еще было короче у нас был тематический стрим классно было в этом году не знаю что и как кстати видела тоже одну девочку блогер она уже украшает свой дом хэллоуину в украине какие даты в этом году хэллоуин я не знаю либо он каждый год два дни и те же даты я не знаю честно первого числа наверно я не знаю а подслушиваешь соседка с первым ноября но первого ножа а еще вспоминаю всегда в украине лично для меня хэллоуин ассоциировался в первую очередь это с одним из супермаркетов города харьков это конечно звучит все смешно но я вам скажу это не смешно потому что реально в эту ночь вот соседка не даст соврать соседка что сходился просто весь район в один магазин супермаркет он работал всю ночь и там были просто сумасшедшие скидки прям бешеные скидки и вот не такие знаете как аля есть скидка но с наценкой там на 20-30 процентов больше и вот вам оля скидка а в этом супермаркете реально были вот объективно классные скидки конечно некоторые позиции они там накручивали немножко дать цену заранее но но в целом это был прям суперский вариант пойти купить все хорошим ценам а второй момент чем еще ассоциируется это конечно же наш парк в котором всегда проходили концерты все тоже выходили разрисованные в костюмах в общем было очень классно всегда каждый год до воспоминания теплые воспоминания и не более но ничего все буду добрый все будет хорошо что еще рассказать конечно сегодня после четырехдневных выходных очень так тяжеловато было сидеть на курсах но не в плане что ничего не понятно а плане вот именно просто высадить четыре часа на одном месте когда ты реально делаешь такой перерыв в четыре дня то уже так как-то непривычненько было сидеть уже кстати скоро каникулы совсем скоро надо заниматься заниматься немецким потому что лет за каникулы экзамен очень скоро уже экзамен надо готовиться просто максимально максимально сильно к нему потому что я все-таки хочу сдать и верю что я сдаду а там конечно будет как будет говорю только за себя ни за кого ничего не хочу говорить да шо шо я на канале больше не появлюсь так что можно спокойно всем объявить и меня больше не увидят шо тебе надо ты объявляй ну я сказала да ребята не понятно шо и как шо пока все вот так шо шо еще хотела вам рассказать шо хотела вам рассказать шо хотела вам рассказать так вот с головы вылетает как мне вспомнить не знаю не могу вспомнить сейчас вспомню скажу вообще хотела другое вам рассказать но это уже короче в следующем видео потому что не потому что не хочу в этом видео об этом скажу другое прочитала я комментарии под тем видео где настя вам про книжку рассказывала я немножко удивлена ну вы не уже реально все подумали что что настю там или меня взволновала эта ситуация из-за каких-то несчастных трех евро в чем здесь вообще деньги дело не в этих копейках а дело в отношении возможно она просто ошиблась но этого быть не могло потому что в переписке четко это написано что 13 евро и сто процентов так ну я просто понимаю что человек ну хотел обмануть и все и дело не в том что там это 3 евро а просто в отношении вот я бы это не поступило я сейчас перебью я на видео два раза уточнила в начале видео в конце видео я уточнила что мне все равно я там да перебала там говорила мне все равно я просто говорю что она должна была сказать как-то культурно она просто подумала что может в десятке там два и два цента господи две копейка монета две монеты два евро монетой и евро монетой вот и все я на этом слушаю как я сегодня говорю все еще раз повторюсь вам кто не услышал у меня все равно я просто говорю что надо оставаться человеком и как-то по совести это вообще этого не писать и не надо обобщать всех украинцев слушайте помимо украинца мог оказаться вообще любой другой человек любой не важно откуда он вообще не важно откуда он и была уже когда-то у нас такая ситуация то есть дело не в национальности абсолютно а даже там видео так подписано ну вы посмотрите как блогеры подписывают видео как бы я думаю достаточно если я скажу только так не буду я внедряться в подробности короче ребята мне надо готовить себе еду я сюда ничего не ела крекер я ела уже 7 часов вечера в общем буду готовить как всю короче все ребята я буду что-то готовить из того что есть и до новых встреч пока всем